всем привет привет меня зовут женя гейн и в сегодняшнем видео я расскажу о своем секрете красоты я брею лицо да вам не послышалось эту процедуру я делаю давно узнала я о ней находясь в японии и теперь не представляю как я жила раньше без этой процедуры и в этом видео я подробно покажу как и чем я брею лицо также расскажу о пользе данной процедуры и развею многие мифы о ней японские женщины и регулярно делают эту процедуру дома салонах красоты делают они ее один раз в месяц кто-то пореже а многие каждый день женщины в японии убирают нежелательные волоски не только на лице также на шее на спине на руках в общем на всем теле если в японии эту процедуру делают еще с древних времен то в европу тем более в наши страны снг она вошла совершенно недавно многие даже они не знают и для многих эта процедура кажется очень дикой посмотрите внимательно вблизи на вашу верхнюю губу и вы увидите отчетливо что у вас есть усики потому что практически у каждой женщины есть усики над верхней губой если вы не видите ваших усиков в анфас тогда посмотрите пожалуйста в профиль на вас и вы заметите ваши усики особенно при дневном освещении еще посмотрите внимательно на ваши щечки у многих женщин виден явный пушок на щеках на ушах на шее над губой верхней даже на носу почему-то многие женщины этого не замечают и думают что окружающие этого тоже не видят уверяю вас что это не так многие замечают эту проблему на вас но не хотят просто об этом вам говорить кто-то стесняется и считает что это неприлично самом деле это конструктивная критика от которой вы становитесь только лучше я считаю пусть лучше девушка будет брить лицо пилировать лицо удалять нежелательные волоски любыми методами даже при помощи фото эпиляции нежели ходить обросшие волосах как в каменном веке японские эксперты и ученые уже давно доказали что эта процедура является омолаживающей процедурой и поэтому мужчины медленнее стареет так как мужчины выполняют ее ежедневно эту процедуру не задумываясь о том что они делают скрабировали до своему лица в америке эта процедура называется derma planning говорят что эта процедура очень распространена в голливуде и пользовалась еще марлин монро она брила свое лицо и ничего страшного в этом нет за счет того что вы бреете ваше лицо у вас проходит очень простой механический физический метод пилинга который способствует удалению отмертвевших клеток лица а также улучшает цвет лица и плюс ко всему одновременно избавляет вас от лишних волосков пушков на лице после такого механического воздействия ваша кожа быстрее обновляется и лучше впитывать себя все полезные вещества то есть ваши кремы маски и так далее все что вы и даете я сейчас развею самый главный миф о том что если брить лицо то будут расти жесткие волосы часто и много как у мужчин будет такая же щитина ученые уже давным-давно доказали что ничего подобного у женщины совсем другой волосяной покров на лице у нас более мелкие тонкие волоски если они у вас такие есть то грубее и толще они не станут после того как вы сбреете их на лице я по собственному примеру знаю я брею лицо примерно два месяца и я не заметила что у меня растут толще волосы или там длиннее или гуще точно так же как они росли 2 2 месяца назад точно также они растут сейчас и сразу хочу сказать что обычная бритва для лица не подойдет которые бреются мужчины для этой процедуры нужно специальное лезвие эти лезвия купила в японии они выполнены в виде скальпеля с удобной ручкой судя потому что эти лезвия продают в японии даже на кассах значит что она является средством первой необходимости для японских женщин а может быть даже и мужчин у меня есть разные бритвы есть подлиннее и покороче подлиннее вы можете использовать для лица покороче для зоны под бровью а также между бровями и над губой на некоторых форумах пишут что ими невозможно порезать лицо я вас уверяю в обратном если торопиться либо слишком надавливать на лицо то можно порезаться будьте аккуратными и не торопитесь я советую уделить полчаса времени никуда не торопиться и я уверяю что после этой процедуры вы останетесь довольны на сто процент после этой процедуры кожа становится свежая мягкая гладкая и макияж на кожу ложится в тысячу раз лучше чем уложился до этого особенно тональная основа перед тем как вы будете делать данную процедуру ваша кожа должна быть совершенно чистая и руки должны быть тоже совершенно чистыми бритва должна быть стерильная бритва выглядит вот так на ней присутствуют маленькие зубчики говорят что за счет этих зубчиков невозможно порезаться но я вас уверяю в обратном порезаться можно если вы такие же неаккуратные как и я поэтому дабы избежать порезов желательно делать все медленно и постепенно бритву не нужно втыкать вот так вот и давить держать ее нужно примерно под углом 45 градусов на сухой кожи самое главное не нужно ее смачивать наносить пенку для бритья в японии это делают в японии вначале кладут горячее полотенце на лицо распаривают кожу затем наносит пенку и реально бреют ваше лицо острый бритвой бреют досконально начиная примерно от линии роста волос где заканчивается линия роста волос я знаю что некоторые девушки у которых волосы очень густо растут и когда этот рост волос переходит на лоб они тоже бреют лицо делают линию более ровной волосяную и очень красиво смотрится так как у меня в принципе такой проблемы нет я начинаю брить от висков мелкими такими участками вниз не вверх не против шерсти как говорят а по направлению роста волос еще хочу посоветовать эту процедуру невестам перед свадьбой потому что ваша кожа намного будет лучше смотреться на фотографиях это весь пушок который есть на моих щеках и скулах советую использовать обычную салфетку белую чтобы убирать весь этот пушочек также советую открыть рот очень много волос но вот этой зоне особенно вот здесь на шее и когда ваш молодой человек это замечает это как бы не очень красиво лучше пусть у вас вот этого ничего не будет и не лениться к 1 недельку делать эту процедуру чем ходить с волосами затем я беру лезвия поменьше и делаю процедуру на носу вот белая пыльца это отмертвевшая кожа которая славит с моего носа и лучше любого скраба сколько отмертвевшей кожи пушка над моей верхней губой и это ужасно из родинки у меня растут волосы и очень классно их сбривать этой бритвой я слила сережки потому что на ваших ушках тоже растут волосы особенно вот в этой зоне я советую натянуть вот так вот ухо и побрить я научила маму пользоваться данной процедурой она в полном восторге так как у нее тоже растут волосики над верхней губой а также у нее с возрастом пушок становится более заметный на лице и когда я и сделала эту процедуру в японии она была в полном восторге вы каждый день чистите зубы каждый день выполняете гигиенические процедуры на вашем лице я считаю нет ничего зазорного чтобы один раз в неделю проводить эту процедуру после того как вы сделаете данную процедуру вы можете увлажнить ваше лицо лосьоном каким-нибудь после бритья если чтобы у вас не было раздражение если у вас чувствительная кожа например у меня ни разу не было раздражение поэтому я просто пользуюсь обычным тоником успокаивающим для лица я наношу этот тоник просто на свои ладошки и похлопывающими движениями успокаиваю свою кожу думаю что эти бритвочки можно найти на китайских сайтах а также на ebay так что обратите внимание если вам понравилось это видео то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем спасибо за просмотр пока пока